Для нас было, наверное, вызовом то, что обеспечить или выполнить свои обязательства перед китайской стороной за взятые на себя обязательства. Ведь, если по-хорошему смотреть, китайский рынок для нас очень интересный с точки зрения его развития населения. Мы понимаем, сколько у нас через несколько лет будет населения. И кто будет основным потребителем продовольствия. Китай очень заинтересован в продовольствии. Буквально недавно они подписали на уровне межгосударственных отношений с США о соглашении именно в части продовольствия. Безопасности или обеспечения населения продовольствием. Китай заинтересован в нашем рынке. У нас есть реальные излишки. У нас есть потенциал к этому. И не иметь такого партнера, это, наверное, неправильно. Мы должны торговать практически со всем миром. Мы хотим, говорит, мы готовы идти в Европу. Мы делаем дирегулирование нашего законодательства для того, чтобы мы лучше туда вошли. Но поймите, там тоже достаточно много вопросов с точки зрения ограничений и квотирования. И не каждая наша продукция туда зайдет, потому что там производство достаточно насыщенное. Это не совсем еще наш рынок и с точки зрения качества, и с точки зрения количества. Нам надо будет каждый раз добиваться, это то, что делал наш министр буквально на зеленой неделе, когда мы ставили вопрос об увеличении квот и готовились к выполнению. Мы даже те квоты, которые сегодня имеем, мы еще не в состоянии все использовать. Продолжение следует...